Как известно, в 2020 году президент подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Цель – уточнение числа людей, незаслуженно подвергнутых в свое время массовым гонениям и необыльных по сей день. В этой связи и в Магастау была создана аналогичная региональная комиссия. Репрессии 1920-1950-х годов – это глобальная народная трагедия. В те времена тысячи людей подверглись преследованиям по сфабрикованным политическим и уголовным делам. В целях их реабилитации в составе комиссии работают семь групп. Одна из них – группа по исследованию биографии людей, которых советская власть обвинила как богачей, кулаков и аристократов. В группе четыре человека. Они составили список более двух с половиной тысяч жертв репрессии. После навешивания того или иного ярлыка, часть из них была лишена права голоса на выборах. Других приговорили к конфискации имущества. Третьи были депортированы. Следы мангистауских богачей можно обнаружить и на Каракалпакской земле. Среди документов президентского архива мы обнаружили письмо из Каракалпакстана к властям Казахского СССР, в котором говорится, что мангистауские баи прячут там свой скот. Есть подозрения, что к этому приложили свою руку руководители и прокуроры Адаевского округа. Теперь все эти факты требуется уточнить. Для этого нам необходимо посетить Нукус, Каракалпакстан. Следующая группа занимается исследованием Адаевского восстания. На сегодняшний день они подготовили документы о реабилитации порядка 150 человек. По восстанию насчитывается 41 тысяча томов дел, фигурантами по которым проходят более 2000 человек. Все они участники только магистауских событий. Помимо этого известны факты о повстанцах в местности Жилай и нынешнем Байганинском районе. В настоящее время продолжаются работы по сбору устных рассказов и преданий, извлечению сведений из архивных документов. Обновляются списки наших предков, ранее пребывавших в забвении. Имена жертв политических репрессий восполняют брешь в истории народа. Данные по некоторым репрессированным мы передали в Республиканскую комиссию. Там будут решать, будут ли обелять их на уровне комиссии или это входит в полномочия органов прокуратуры. Наша основная задача исследовать выявленные документы и направлять их в Центральную комиссию. По итогам двухлетней работы областной комиссии в прошлом году был издан двухтомник у отстанши Жилдарден Уайрана. Работы по реабилитации жертв политических репрессий не прекращались ни на миг. По словам членов комиссии, на то, чтобы обелить всех репрессированных, потребуется много времени. Это не дело двух-трех лет. Все это долгосрочная и весьма кропотливая работа. Ирдос Кужан Тайлы, Амангелет Рахмет, Дидар.